Выстраивать нужным образом, любовь очень быстро у вас исчезнет, превратится в туман, который развеется легко. У меня сейчас ситуация, что природная любовь у меня закрылась. Да, да, если что-то неправильно у вас происходит внутри, то она быстро может закрыться. И надо мне дальше вот выстраивать это. Дружить или что? Вот заставлять себя. Дружить или что? Ну да, да. Дружить надо учиться всегда. А если, например, вот он говорит, вот я тебе целую шейку там, а мне вот все внутри сжимает. Да, это уже нельзя будет так преодолеть. Так уже преодолеть. Нельзя будет силой воли, здесь нельзя будет себя преодолевать. Тогда это надо уже проговорить будет, что здесь опять. А я проговорю опять так же, вот мур-мур там. Точно так же ты можешь опять где-то приостановить, если тебе сложновато. Потому что здесь нельзя будет только терпеть. И идти навстречу, преодолевая вот эту свою неприязнь. Так быть нельзя. Нельзя это раскрыть вновь таким образом. Или лучше разойтись уже, вот как мужчина. Просто разойтись, освободить. Ты просто остановишь прежде всего то, что она сильно не должна делать. Прежде всего. Это первое, что тебе надо сделать. Дальше стараться дружить. А уж дальше, не забывай. И он решает ведь, что ему делать дальше. А надо ли ему. Захочет ли он такое. Не захочет. Еще и от него многое зависит будет. Но тебе это твое прежде старание твое. Дружить. По-хорошему относиться к человеку. Быть готовой помогать. Больше семи лет. И за этот период я несколько предложений делал. Но они никогда даже не обсуждались. И сейчас в моей жизни настал такой момент, что я почти думаю о том, что, наверное, нужно вернуться домой. Это кажется безнадежным. И я думаю о том, что, наверное, что-то должно внутри меня измениться настолько сильно, чтобы я стал видеть все в другом свете, по-другому. Но я не знаю, что должно измениться и как я должен это сделать. Учитель, прошу вас о помощи. Дайте мне совет. Что делать? Все люди, которые живут на этих землях и которые собираются приехать сюда, это те, кто и стремятся научиться все видеть в другом свете. И самая большая трудность, которая касается не только здесь живущих, но и всех, кто живет в мире, это неспособность слышать то, что говорят другие. Люди слушают друг друга, но стараются услышать свое. И если то, что говорят окружающие, не совпадает с тем, что стремится услышать человек, он отворачивается от него. И они не могут вместе нормально приступить к какому-то хорошему действию, к какой-то работе совместной. А это целая задача, большая задача, которая решается очень многими упражнениями, где в зависимости от того, в какую ситуацию вы попадаете, надо будет конкретно посмотреть, а как в этой ситуации поступить правильно. Поэтому последний завет – это и есть учение, призванное максимально широко, насколько в состоянии окажется сознание современного человека, раскрыть многочисленные нюансы, связанные с общением человека с человеком. Надо просто лишь каждый отдельный случай рассматривать, в каком случае желается, чтобы услышали твое предложение. То есть, людей нужно научиться воспринимать такими, какие они есть. Для этого надо всем прийти к одному решению. Умение договориться вот так вот вместе – это показатель внутренних ваших духовных качеств. Если это не удается сделать, вы пока еще слабы. Нельзя ждать от ближних, чтобы обязательно было рассмотрено ваше предложение. Если вы его выдвинули, этого достаточно. Если его не стали рассматривать, либо решение неправильно, и его можно было не рассматривать, либо те, кто должны рассматривать, еще не готовы сделать это, не доросли, не созрели. Ни в том, ни в другом случае настаивать неуместно. Это будет ненормально. Значит, выдвинув такое, какое-то предложение интересное, вам надо с благодарностью принять то, что получится. Тут не надо нервничать, это будет неуместно. Это больше связано как раз с той частью эгоизма, над которой надо работать, и уметь с этим справляться. Поэтому в мире, в обществе, люди не живут вот так вот договариваясь. Все привыкли жить так, чтобы ими руководили. Так меньше споров. Но это ненормальная форма жизни. Она говорит о низком духовном состоянии человека, о его неспособности правильно общаться друг с другом. Но это одна из труднейших задач. Ведь в основном сюда приезжают люди, которые имеют большую склонность, прежде всего, выдвигать предложения, но не слушать других. В основном приезжают люди с большим потенциалом духовным, но недостаточным для того, чтобы все правильно сразу же сделать. И поэтому, собираясь здесь как раз, когда максимально вы удалены от технических достижений городов, крупных населенных пунктов, у вас появляется уникальная возможность во множестве разных вопросов уметь договариваться, учиться договариваться. Поэтому нужны как раз эти условия. Если верующий, тем легче вы начнете соединяться друг с другом. Так что это одна из главных задач. И либо стараться ее решить, либо отойти в сторону и ждать, когда она решится сама. Но она сама не решится. Спасибо, учитель. Здравствуй, дорогой учитель. Хочу спросить. Вот в последнее время знаю, что не надо допускать каких-то плохих мыслей. Вот бывает, смотрю на человека, и вслух не говорю, а внутри какая-то мысль приходит, что-то мне не понравилось. И потом начинаю эту мысль догонять, не знаю, откуда они берутся, почему они приходят. Вот не хочу, а они как-то как падают. Какие-то вот бывают мысли там. Но мысли прежде рождаются самим человеком. Это не значит, что если появилась в вашей голове мысль, то это обязательно должно быть связано с вашим специальным, конкретным усилием мысленным, сознательным, порождая ту или иную образ мыслительной. Не обязательно. Есть мысли, которые вы рождаете сами, создаете, обращая на это внимание. А есть рождаемые вами же, но которые как будто бы сами появляются в голове. Каждый из вас очень сложное такое существо. А что с ними делать? Работать, работать, внимательно смотреть за ними, конечно же. Если появляется негативная мысль, у вас возможность появилась правильно с ней поработать, а значит над самой собой поработать. Вот надо смотреть. Если мысль нехорошая, не обращай на него, не оправдай, как побеседуй. Может быть с таким незримым собеседником. Может быть даже с самой собой. Ну вот и побеседуй. Не пугайся, что может быть будешь выглядеть больной. Сама с собой разговариваешь. Попробуй. Раз, поговорю, а почему? Нет, я не вижу, что это так. Ты начинаешь обыгрывать какую-то негативную мысль, выстраивая из нее что-то положительное. Действительно правильно. Попробуй. Очень здравствуй. Можно вопрос информационного, познавательного характера? Да, давайте смотреть, как плать. Как затронешь-то. Извини. Учительный, ну попробуй. Сформулировать правильно. Мы знаем, что по Писанию Отец Небесный, чтобы войти в законы материи, создает человек духовный. Скажи мне, пожалуйста, у единого творожного...